доброе утро снова я и если неделю назад мы с вами разговаривали про такую большую сторону того что зачем происходило то в этот раз будет такое продолжение буду отвечать больше на вопрос как то есть что я делала и как я это делала для того чтобы например открыть статус директора для того чтобы в конце концов уволиться с работы если вдруг звук плохой напишите мне пожалуйста чтобы я что-то поправил если все хорошо можно чуть не писать так ну начну я давайте так немножечко издалека напомню про то что ой спасибо большое светлана напомню про то что я сейчас нахожу статусе директора фаберлик нет нет это совсем не самый главный фаберлик да просто у нас если ты делаешь к определенный товарооборот то получаешь определенный статус который у нас называется там директор старший директор золотой директор это такие красивые названия которые определяют уровень товарооборота которым делаем в компании соответственно зарплату которую мы здесь получаем не скажу что это совсем зарплата это скорее всего доход до доход мы получаем как индивидуальные предприниматели но он стопроцентно легальный чистый приходит на карточку то есть этой точки зрения можно сказать что мы как люди в найме тоже ждем зарплату но она у нас немножечко в другом формате мы не зависим от каких-то ставок у нас есть договор и получаем деньги по договору то есть сколько сделал столько получил но естественно тоже есть разные премии их много и они тоже оговорены все в договоре так вот сейчас я нахожу статусе директора открытого старшего директора а началось все довольно просто и банально в 2016 году мы с мужем и тогда ребенку еще по моему не было даже двух лет гуляли просто по торговому центру и была промо акция и нас пригласили к промо стойки получить подарочек ну что мне получили подарок мне дали дисконтную карту в тот момент это была вот как бы не какая-то бумажная дисконтная карта это было скорее всего просто заполнена анкета мне сказали ждите вам придут логин и пароль естественно я дождалась и там скажем какой-то выбор делать или делать заказ в итоге у меня его не было то есть я уже четко понимала что я хочу и подарок и подарок с последней странички каталога и соответственно заказ ну тогда он был там на тысячу небольшим для того чтобы получить подарок вот собственно так началась моя история с фаберлик я помню четко что тогда свой первый порошок без фосфата я получил тоже в подарок как наверное многие из вас кто посмотрит этот эфир да тоже получали возможно как новички подарок от фаберлик если вы не получили очень рекомендую под данным видео я размещу ссылочку вы сможете зарегистрироваться и тоже получать подарки при желании можно в принципе работать можно не работать смотрите сами возможности очень много но я решила что я хочу зарабатывать с фаберлик и на тот момент не было никаких там каких-то готовых обучаяк онлайн да я просто получила доступ личный кабинет и просто начала его изучать мне вот сейчас очень многие мы в принципе вот эти вот пять лет которые я работаю мне многие говорили ну слушай там у тебя там сколько за плечами образований и так далее у меня действительно три диплома вуза и это знаете как как у корска или как не может быть с издевкой учет типа за сетевой маркетинг взялась на самом деле именно тогда этот этот вот факт этот груз за спиной помог мне вообще легко и четко разобраться в личном кабинете в том что здесь легально все сути маркетинга разобраться что нужно делать то есть свои первые регистрации делала без каких-то наставлений наставника меня никто не заставлял я просто села разобралась к слову я никогда больше ни в каких других сетевых компаниях не была зарегистрирована и соответственно тоже ни в каких финансовых пирамидах не участвовал мне всегда хватает мозгов понять где финансовая пирамида где легальный чистый доход вот в этом отношении даем и очень часто удивлялась тем контактам вк например да который пишут там с косметикой баночками не приставайте а человек конкретно сидит финансовой пирамиде для меня это очевидно там вот с каким-то легальным чистым доходом книгу не приставай вот но в общем с этим я разобралась и дальше вопрос как значит соответственно также как и меня пригласили то есть что нужно вручить какой-то подарок и пригласить человек пользоваться покупками это я сразу поняла то есть что мне нужно мне нужно делать какой-то личные покупки и второе регистрируют людей чтобы они тоже делали личные покупки тогда я смогу получать деньги все свои первые регистрации я сделала тоже в торговом центре а я просто взяла подарки и просто начала регистрировать людей я подхожу говорю вот есть возможность получить подарок ну то есть это были магазинчики какие-то торговые центры продавцы я дико боюсь этого делать но я зачем-то это делаю я тогда вот не совсем понимаю но это был для меня самый простой и банальный способ что-то начать да то есть меня пригласили таким образом мне вручили подарок мне попросили заполнить анкету я соответственно могу точно также приглашать людей у меня были какие-то мыльцы люди с удовольствием надо сказать соглашались получить подарок и заполнить анкету получить дисконтную карту с легкостью в первый день зарегистрировал шестерых на тот момент вот если меня регистрировали было промо стой когда у людей было место в торговом центре то есть кресло там приобреталась место у меня такой не было возможности я не даже не обращалась к наставнику я просто пошла и зарегала шестерых и чтобы вы думали думаете они сделали заказы не тут то было конечно для меня это было большим разочарованием потому что я думала что если я получила анкету получила каталог получила подарок и сразу сделала заказ то соответственно другие должны сделать точно также вот но тогда я столкнулась первый раз с этой реальностью что да конечно с человеком мы строим какие-то отношения мы потом с ними общались тем кого я зарегистрировала но до заказа так и не дошло кстати мне потом писали одна женщина была такая знаете в возрасте она по моему в оптике продавала там очки она даже извинялась слушайте извините я так и не сделал заказ я так не могла никак понять как так можно как так можно получить подарки не сделать заказ но к сожалению можно вот ну и уже ближайшие регистрации которые у меня были успешными прошли как ни странно довольно легко и просто через интернет на тот момент у меня не было каких-то шаблонов делать так делать так делать так и просто делала так рождала моя фантазия я разместить перед новым годом я разместила это подарки в авито и первая регистрация была через авито то есть купили подарок я вручила причем старый каталог с регистрации получила первую регистрацию заказом то есть вот все легко и просто затем мы работали с блогерами да это сейчас вот как бы так такая банальная вещь то что можно написать блогеру он вам выставляет прайс на рекламу свою вы можете прорекламировать свою реферальную ссылку зарегистрировавшись по которой человек попадает вашу структуру ну то есть этот прайс был там бывает кого-то у блогера побольше может быть 10000 до у блогера поменьше 500000 а вот она тогда мы работали с ютюбом и нашли девчонку в общем искали разных людей нашли девчонку которая рекламировала продукцию фаберлик вот и тогда мы предложили ей почему-то не размещаешь реферальную ссылку это прокатило несколько раз вот как-то вот не докручивали мы тогда на тот момент но с этим работали и сейчас у нее более 40 тысяч подписчиков и кстати вот с тех размещений у меня до сих пор есть покупатели клиенты которые тогда зарегистрировались по ссылке а потом нас как-то разошлись пути с этим блогером и зайдя недавно в на ее страничку я обнаружила что она в итоге все-таки зарегистрировалась не ко мне и сама размещает обзоры со своей уже реферальной ссылка то есть человек все-таки через какое-то время когда уже родил ребенка тогда она была еще девочка не знаю было 18 наверно было тогда она еще была не замужем вот но через какое-то время ведь ему пришло осознание тогда может быть да поселили в ее голове червячок вследствие человек к этому пришел сам зарегистрировался и теперь вот по сути работает с фаберлик то есть вот такой был опыт получается что что на тот момент я начала осваивать два основных метода это метод онлайн то есть вот и тогда пять лет назад мы работали так как могли да и оффлайн то есть это по сути живые раздачи подарков с заполнением анкеты то есть все все гораздо проще было чем многие думают я не делала никаких товарооборотов на продажах я для себя покупала ту необходимую минималку которая нужна была но не с какими тюками там не с какими сумками я вообще не таскалась я четко понимала что это вообще не мое я не хочу много продавать и так далее мне нужно регистрировать регистрировать и регистрировать вот это я поняла практически сразу и потом наставник нему мой когда я уже естественный и товарооборот делала и регистрировала она мне сказала да да ты все правильно делаешь да здесь надо регистрировать здесь надо открывать личный кабинет и вы знаете есть в маркетинге сейчас особенно вот те кто там свою свою дворе занимается так далее эту тему тоже изучаю потому что мне надо сравнивать бизнеса и так далее и там есть такое понятие как долгожительство клиента если в ад березда человек купил один раз и не не факт что он придет в от вас же магазин следующий раз покупать тот или иной товар да то здесь у нас довольно классная система потому что один раз человек зарегистрировался вы проделали один раз определенные действия и впоследствии он будет приходить faberlic покупать faberlic именно к вам а не кому-то другому потому что системы закрепления одного клиента и покупателя у нас работает на все 100 все регистрационный номер человек получил он закреплен за вами и товарооборот который делает человек просто покупать для себя даже скидкой он проводит именно через вас то есть весь оборот естественно происходит через меня вот это наверное очень крутой и классный плюс который у нас есть например перед теми же маркетплейсами вот но я на самом деле могу очень долго разговаривать по сравнению бизнеса сетевого именно faberlics маркетплейсами это наверное целая отдельная тема которой посвящу эфиры но точно не до нового года следите скорее всего после нового года но вот такой факт имеет быть что дальше дальше это целая отдельная глава это офис потому что как только я начала регистрировать как только я начала интересоваться бизнесом естественно мною начал заинтересовываться и наставник и кому предложит наставник совместно открыть офис нужно человек который показывает свои серьезные намерения а я их показывала изначально и поэтому уже где-то через полгода после начала вот этой вот моей вначале знаете такой больше хаосной деятельности потому что я не скажу что я прям вот четко работала по какому-то своему плану скорее всего это было немножко хаос на немножко там где-то рождался товарооборот до 200 баллов да это где-то 20 тысяч рублей мне был на тот момент товарооборот вот мне предлагают открыть офис я в декрете ребенку 2 и где-то там пообщаешь на работе понимаю что пока что там не не очень ждут но как бы место есть впоследствии мне будут в течение года без конца писать уже приглашать на работу выйти но с открытием офиса я поняла нет я до трех лет точно сижу и принимаю решение работа дальше соберет или нет в офисе все пошло интереснее гораздо потому что что делала я когда я например шла с подарком торговый центр и так далее для меня был такой передвижной офис можно сказать а тут мы осели повесили вывеску и теперь мы абсолютно легально с санкции от компании работаем уже в офисе в своем офисе со своим наставником да мы открывались тогда пополам были определенные денежные вложения но четко понимала и осознавала что это бизнес что это не какая-нибудь там игрушка или что это бизнес который нужно вложить уже не были не такие существенные и они купились в первый же месяц то есть вот так вот посчитайте сколько бизнес окупается например при открытии точки доставки озона или wildberries и у нас он купился в первый же месяц до он до сих пор не дает каких-то гигантских миллиардных товар оборотов но пункт выдачи это шикарная площадка для развития своей структуры буквально за полгода я выросла до тысячи баллов и можно сказать это уже была моя прежняя зарплата на прежнем месте работы то есть плюс там какие-то бонусы плюс у нас вот все-таки трех недельный каталог а я все равно перекладывала и сравнивала зарплаты месячной и получается что пункт выдачи и эта работа оффлайн дал мне возможность вырасти довольно существенно но и росла я дальше примерно по 1000 баллов до мы вначале работали очень активно с офисом то есть что это это те же самые подарки просто получается мы звали в офис раскладывали подарочки тогда в офисе и людям листовки раздавали приходи в офис получи подарок люди приходили получали дисконтную карту подарочек когда она была лотерея можно было вытянуть какой-то шампунь существенный можно было вытянуть пробничек и потихоньку так копилась база и так мы росли со времени мы стали использовать не только офисы но и приобрели промостойку приглашали людей уже на различных мероприятиях становились спонсорами это в основном лето это какие-то праздники летние да я находила с контакт с управляющими компаниями и в новых живых комплексах там очень часто проводились какие-то праздники двора и являясь спонсором я выходила на вот эти вот массовые мероприятия не одна с наставником и собирали команду и выходили вот таким образом было ли мне как-то так вот не по себе да было но честно говоря именно в этот момент я понимала что находясь на работе я человек и знаем был да я выполняю чьи-то поручения знаете я до сих пор помню ощущение когда мне нужно было позвонить какому-то вышестоящему такому начальнику не надо было обязательно до него дозвониться не надо было решить какое то срочное дело я сижу и звоним и звоню он не может я понимаю что и мне вот тут вот на стучат если я не сделаю и вот короче вот это вот дурацкое чувство что мне надо что-то сделать что меня заставляет сделать у меня надо живет до сих пор стоя на промостойке я понимала что мне никто не заставляет это делать. Ну никто, я это делаю сама, потому что хочу. Хочу, я сворачиваюсь и убегаю. Не хочу, не сворачиваю, остаюсь. Меня никто не заставляет это делать. Я это делаю, потому что я это хочу делать. Я потому что чётко понимаю, что это принесёт мне рост в доходе. Если я сижу там на своей работе и понимаю, что мне надо дозвониться до какого-то человека, я чётко и понимаю, что у меня не снизится от этого зарплата. Да, мне может настучать, меня может кто-то наругать. И вот это вот свобода действий, свобода того, что я сама решаю, каким методом работать. Хочу, сижу дома и работаю, выбираю метод, работаю с компьютером, с авито. Сейчас очень, кстати, много методов, я расскажу сейчас тоже об этом. А хочу, выхожу на промостойку и даю людям подарки. То есть всё, вот это моя свобода. И я в этом увидела такой потенциал огромный, то что мне никто ничего не заставляет делать, я делаю всё сама, всё, что захотела, делаю. Всё, что в моей голове фантазии придумала, делаю. В общем, и, наверное, действительно, этот бизнес, он для тех, кому вот нужна эта свобода, кто хочет сам решать, каким методом работать, а не как тебя заставил работать твой начальник или там вышестоящий руководитель. В общем, всё в твоих руках, маркетинг в твоих руках, выбирай. Вот, ну давайте смотрим, из чего я дальше выбирала. Всё это замечательно, мы параллельно работали с рекламой, то есть промостойка это промостойка, но она работает не всегда. Например, если холодно зима, на улицу выходить не хочется. Ну что, мы совсем дураки, что ли, да? То есть нас никто не заставляет, мы не промоутеры, которым сунули в руку листовки, иди поши, иначе тебе деньги не заплачу. То есть я чётко понимаю, зимой работать с промостойкой я не хочу. Летом прекрасно, там выйдешь, детишкам шарики подаришь, вообще чувство такое. На промостойке, что ты людям даришь праздник. Вот человек, который хочет, подойдёт, не хочет, не подойдёт, иди дальше. Там как бы никто не заставляет тебя получать от меня подарок и анкету. Вот, поэтому зимой искали другие методы, эти методы были в основном онлайн. И поэтому многие лидеры, например, которые ко мне пришли из других стран, это Казахстан, Грузия, например, да, пришли ко мне из Гугла. То есть мы пробовали, настраивали рекламу. Метод не дешёвый, метод, который окупается не сразу, но опять же я говорю, что я понимала, что я пришла в бизнес, и что здесь нужно какие-то делать вложения. Возьмите какой-либо другой бизнес, там вложения в разы больше, там делать надо намного больше. И вот просто на сравнении вот этого я понимала, что какие-то вложения всё равно нужны. Ну, вложила я, например, 3000 рублей на тот момент, наверное, года 3-4 назад. Пришло мне 20-30 человек через рекламу в Гугле, например, да, и по статистике там 2-3 прокупились. Немного, я скажу, да, вначале не окупилась. Но через какое-то время, например, девочка, которая зарегистрировала, сделала там небольшие покупки, привела свою сестру. Сестра, это сейчас у меня открытый директор, Лена Шин. Вот примерно так работает гугловская реклама. Это вложения, которые окупаются не здесь и сейчас, это вложения, которые окупаются через какое-то время работы. Поэтому те, кто ищет моментальный заработок, это не про это, да. Моментальный заработок, если вам нужно, вот, пожалуйста, берите каталог, и деньги с продаж моментальные, они есть. Вот сейчас Новый год, можно быстренько заработать 10-15 тысяч рублей чисто на продажах. Для меня это был не мой вариант. Я это четко понимала, кто по этому личку делала в основном сама. Личку – это личный товарооборот. Не на продажах. То есть продажи были такие спонтанные. Где-то купили, ну, ладно, купили. Где-то так заказали, здорово, что заказали. Ладно, пожалуйста, там кто-то, например, зарегистрировался и сказал, слушайте, нет, на тысячу я не наберу. Давайте я вот на такое наберу, да, пожалуйста. Давайте я проведу чуть-чуть свой номер, чтобы вы не платили доставку. Да, человек соглашался. Вот, то есть вот на таком уровне, да, было. Но таскаться сумками нет, никогда. Я с какими-то огромными тюками не таскалась, никому ничего не предлагала. А потом настала пандемия. И как бы все мероприятия, все вот эти промостойки, они все в раз отменились. Все, ничего не работает. Работать мы продолжали. Пункты выдачи у нас работали всегда. Я прямо тащусь от компании Фаберлик, потому что они всегда что-то придумывают так, чтобы мы продолжали работать. Мы ездили с маршрутными листами. Я развозила заказы тем, кто у меня на пунктах выдачи, например, бабушки, дедушки не могли. Или кто-то сам доходил до нас, потому что у нас были санитайзеры. Компания прямо буквально за две недели ввела рецептуру, одобрила. А санитайзеры – это такой продукт, который нужно получать разрешение какое-то, да, потому что там такая продукция специфичная. Они получили каким-то образом это разрешение. Я помню, там еще Алексей Геннадьевич Нечаев сидел на встрече с президентом, да, с Путиным, с предпринимателями он тогда встречался. Вот. И я думала, что тогда этот вопрос был решен. И буквально за вот это вот короткое время мы начали работать санитайзерами и работали всю пандемию, несмотря ни на что. Никто нас не закрывал и никто нас дохода не лишал. То есть я до сих пор уверена, что что ни произведи, мы все равно будем работать. Вот. И тогда мы действительно полностью практически уходили в онлайн. И тогда мы осваивали и таргет в Инстаграме. И работа в социальных сетях встала на первое место. Кто не хотел и не мог этому учиться, начал учиться. Кто боялся, начал учиться. У меня на тот момент была уже какая-то база. Я просто поняла, что вот это вот все, что я раньше делала, теперь придется делать постоянно на постоянке. И все, что мы делали с промостойками, сейчас люди не подойдут, люди боятся. Люди боятся любых контактов, даже каталогов, которые, может быть, мы в руки бы им дали. Да, тоже страшно. Вдруг там вирусы. Ну, то есть вот такая вот ерунда. Так вот мы раньше мыслили, да. Вот сейчас сложно об этом представить, но было. Что хочу сказать. Да, это время было действительно перестройкой на просто рельсы онлайн. И сегодня, несмотря на то, что мы снова открыты, практически вся работа идет в онлайн. Есть офис. Если в офис приходят люди, мы работаем с людьми оффлайн, да, то есть получается на земле. Но основная работа все равно сейчас в онлайне. Я работаю с базами. То есть что делают продажи? Вы возьмите любую схему продаж. Не думайте, что вот только сетевики так работают. Любая организация, которая работает с продажами, они что делают? Они собирают базу и потом работают с этой базой. То есть есть определенные технологии, есть технологии сбора базы, есть технологии обработки базы, есть технологии прогрева и доведения до продаж, да. Это не какая-то там спонтанно взятая информация именно с сетевиками. Мы работаем точно так же, как работают другие бизнесы. Просто кто-то из людей работает, я не знаю, более настойчиво, более... Это зависит от человека, это зависит от конкретно взятого человека. И то, как вы будете работать, но это только от вас зависит. Чем больше ваша база, соответственно, тем вы меньше будете отрабатывать одного клиента или одного покупателя. Чем меньше база, да, если вы не работаете с расширением базы, то, соответственно, вы будете теснее работать с какими-то клиентами. Убирайте, какой метод вам удобнее. Вот, но на сегодняшний момент я работаю с базами. У меня, можно сказать, даже метод работы такой. То есть есть база, ты ее ведешь, ты понимаешь, где какой человек, что ему сейчас можно предложить в данный момент, да. Этот метод можно и называть цифровыми списками, если вы конкретно понимаете, что вот этот вот список, его можно предложить то-то, список друзей ВКонтакте можно предложить то-то и так далее. Вот на сегодняшний момент методы работы, они все потихонечку перестраиваются в онлайн и потихоньку встраиваются в техники, технологии, которыми работают все продажники. Вот, тут, наверное, еще и мастерство зависит. Ну, мастерство — это 10 тысяч часов, наработанных с ошибками методом проб и ошибок. Да, мы это все прекрасно знаем. Хочешь стать мастером, тебе придется много раз упасть и много-много часов наработать. То есть мастерство — это практика, это опыт и это ошибки, которые мы потихоньку делаем. Ну, у нас есть определенный плюс. Даже если мы где-то ошиблись, мы все равно можем через какое-то время прийти к тому же самому человеку и предложить ему что-то другое. А как предложить, что предложить, это уже техники и технологии, которыми мы обучаем. Поэтому, если вам интересно, обязательно напишите. Ссылку на регистрацию я оставлю в комментарии к этому. Поэтому, если вы пока не пробовали продукцию Фиберли, то обязательно ее попробуйте. Если вам интересно дальше, как развивалась моя история, то каждый четверг приходите, буду вам рассказывать. Но в следующий четверг этого не получится у дочки день рождения. Поэтому я, скорее всего, перенесу либо на пятницу, либо на среду. Но подробнее, конечно же, расскажу, когда этот эфир проведу. Следите за лентой. Ну, если есть у вас какие-то вопросы, обязательно спрашивайте. Всем благодарна, кто сегодня присоединился. И всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok